Первый показ фильма «Пугало» вне фестиваля. Чтобы познакомиться с новой кинолентой Дмитрия Давыдова, москвичам пришлось вставать в очередь. Весь сеанс продан. Более того, из-за аншлага мы добавили второй сеанс, который тоже состоится сегодня. Он тоже весь продан. Якутский фильм с русскими субтитрами. На большом экране зрители увидели «Пугало», знахарку, исцеляющую людей своим телом. Её дар, её же мука. Ведь именно из-за него, по сценарию фильма, местные жители сторонятся её, буквально обрекая героиню на отшельничество, гонимая всеми и отовсюду, непонятая. Но какой бы сложной ни была её судьба, запахом алкоголя и примесью крови она находит в себе силы и дальше помогать людям, вновь и вновь принося себя в жертву. Пустота, зеркало, национальная кырымпа. Так тонко и бесшовно показать смесь драмы, этники и притчи не удавалось ещё никому, уверяют зрители. Фильм действительно превзошёл все ожидания. Отец долго жил и работал в Якутии, и я не понаслышке знаю, что там действительно существуют такие волшебные люди. И по отношению к ним, как в кино, показано достаточно разное. Я как зритель думаю, что это кино должны посмотреть, наверное, все. Через много-много лет по этому фильму, я надеюсь, будут оценивать в целом и 2020 год, и вообще российских кинемоторгов. Под впечатлением остались и ведущие кинокритики страны. По части авторского кино, это фигура номер один в Якутии сегодня. Ну и, конечно, победа Пугало на Кинотавре совершенно закономерна. Но сегодня, мне кажется, что это одна из вершин. Ну одна из, потому что фильм очень разный. Но вот в своём языке такой драмы, трагедии сельской, этот фильм, мне кажется, просто превосходен. Сложно представить, но фильм «Победитель Кинотавра» был отснят всего за 10 смен из-за минимальный бюджет в полтора миллиона рублей. После показа режиссёр признается, в кадре жители Амги в качестве декораций реальный сельский быт. Сняли, да, за 10 смен, потому что у нас были сложности по оборудованию, по команде, потому что кто-то спешил на другие проекты. Но для меня, как для автора, в первую очередь было раскрытие идеи и рассказать историю. Ну, в принципе, я думаю, что я справился с этим. В этот день зрители прониклись искренней историей Пугала. Своей картиной Дмитрий Давыдов буквально раздвинул границы чувств и человеческих переживаний. Впереди у фильма большие планы. В российский прокат фильм выйдет весной 2021 года. В якутских кинотеатрах его также можно будет увидеть в следующем году. Киноленту Пугала ждёт и участие на международном кинофестивале класса А, поэтому о достижениях этого фильма мы ещё услышим. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Олесов, Москва.